Дорогие друзья, доброго времени суток всем! Всех приветствую в нашем традиционном уже голосовом чате в новом этом формате общения. Этот чат сделан в чате продукты и результаты применения нашего продукта замечательного APL. И обычно по средам в 19.00 по Москве мы с вами делимся результатами применения продукта, задаем вопросы у кого-то, кого имеются. И очень часто я приглашаю гостей, стараюсь на каждое такое мероприятие в среду пригласить кого-то из компетентных гостей, из экспертов, людей, которые чуть больше знают, нежели обычные пользователи и потребители продукта. Поэтому у нас сегодня тоже есть гость, и я думаю, что этот гость нам немножко приоткроет больше или с другого ракурса о продукте, информации какой-то. Но самое главное то, что вы можете задать вопросы, можете поделиться. И не то, что можете, это будет очень полезно, когда вы будете включаться, делиться своими результатами, такими уже, знаете, явно выраженными, чтобы было понятно, что было, как произошло, какой продукт потребляли. То есть это всем нам очень полезно. И вот этот вот формат такой вот почти что семейный, он позволяет очень много узнать интересного и нового, и при том из уст того человека, кто это потреблял, и кто получил результат. Итак, что же у нас сегодня за гость? Я сама не знакома с этим человеком, с этой женщиной, но немножко мы начали общаться, и она участник чата. И когда я начала смотреть и читать её комментарии, я поняла, что перед нами не просто какой-то такой заурядный участник чата, а именно эксперт. Поэтому, друзья, сегодня у нас с вами на встрече нутрициолог, реабилитолог, человек, который разбирается в биохимических процессах, специалист в плане как раз понимания нашего продукта и применения для человеческого организма. Это наша гостья Наталья Логойко, город Киев. Наталья, я прошу вас, нажимайте на микрофончик, и мы внимательно послушаем вас, то, что вы хотите нам сказать, может быть. А вы, друзья, готовьте вопросы и готовьте свои результаты. Спасибо, Ольга. Всем привет. Меня Наташа зовут. Да, я скажу вам так, что у меня опыт в реабилитации нутрициологии уже более 20 лет. Кроме того, моё первое образование биохимическое, и когда я пришла в компанию EPL, для меня важно было не просто знать технологию этого продукта, не просто рассмотреть составы, но самое главное, знаете, соединить технологию состава и с функциями организма человека. Учитывая то, что мир у нас с добавок разнообразный, клеточное питание только заходит в таком, в большом смысле этого слова. Но я ещё и верующий человек, поэтому втюхивать продукты я не умею. Для меня всегда важно это получение результата. Поэтому, когда мне делали предложение, сразу вам скажу, какой я результат получила, когда мне делали в день, когда мне делали предложение бизнеса компании. У меня тогда было большое давление, у меня было духовное давление, у меня было физическое давление, было, знаете, такое было чувство, что что-то должно произойти, а что я сама не знала. Вот, и когда мне делали бизнес-предложение, я своему теперь уже наставнику, я сказала, Лена, не надо мне рассказывать про сетевой маркетинг, не нужно мне рассказывать про финансы, если вы говорите, что этот продукт такой действенный, то, пожалуйста, дайте мне что-то, чтобы у меня давление не 170 на 100 было, и чтобы у меня прошла пылина и головная боль. И Лена мне дала стоп, она мне дала релакс, дала хард, и я эти три линца рассосала, и в течение 30 минут у меня пылина ушла, появился свет, а это говорит о том, что нормализовалось давление, и, конечно же, прошла головная боль. То есть для меня, как для человека, который знает глубинные процессы в организме человека, ну, это был показатель, потому что это быстрый терапевтический эффект. И тогда я сказала, что я иду разбираться, и лишь после того, как я разберусь, все пойму, я смогу рекомендовать это своим клиентам и людям, которые вокруг меня. Я уже говорила, что я верующий человек, поэтому я просто начала задавать вопросы. Почему этой компании 10 лет, я никогда не слышала. Получила ответ, что пришло время. А теперь давайте просто задумаемся, почему пришло сейчас время. Потому что нужно старые одежды снимать, одевать новые, менять мышление. Таблетки, капсулы, суспензии различные, это все идет через желудок и через кишечник. Клеточное питание работает быстро, как валидол, положили под язык, и быстро в виде, как капельница попадает в кровь. Почему это нужно сейчас, вот именно в это время, для чего? Те, кто знают и те, кто чувствуют, вы понимаете, что сейчас время очень ускорилось. А питание у нас осталось таким же. То есть люди точно так же кушают борщ, точно так же кушают хлеб с маслом, ну и так далее. Кто-то более грамотно подходит к своему питанию, но основная масса людей, ну, микрогрин не кушают, да. То есть проростки разных семян, вот, а это очень полезно. Поэтому для их организма необходимо биологически активные вещества в концентрированном виде, что есть в наших леденцах. Так вот, нюанс какой? Когда рассматривать процессы, если мы начинаем рассматривать процессы, как бы, питания, то к нам должно прийти осознание, то есть мы должны поменять мышление в плане того, почему именно сейчас это очень актуально. Еще один нюанс вам скажу. Последний год у людей очень много появился внутренний страх. Внутренний страх приводит, это не тот внешний, который был раньше. Мы боялись, знаете, ну, что-то повредит, внешнее что-то повредит и так далее. Сейчас у людей внутренний страх. Этот внутренний страх, он спазмирует вегетативную нервную систему. Вегетативная нервная система отвечает за работу всех внутренних органов. То есть, ну, вы же знаете, да, что есть центральная, есть периферическая. Периферическая делится еще на две ветви. Одна из них – это вегетативная, которая отвечает за работу именно внутренних органов. Так вот, обратите внимание, к примеру, приходит к вам человек и говорит, вот у меня нервные срывы, да, вот у меня, к примеру, я не могу кушать, не хочу, или наоборот, там что-то со стулом, или запоры, или наоборот, диарея, ну, неважно. Это уже указывает на то, что одна из причин всего вот этого – это идет спазмирование. И, допустим, когда к вам приходят и говорят, ну, я выпью капсулу магния, там, к примеру, да, и мне станет легче. А я задаю вопрос тогда, хорошо, ты берешь магний, у тебя кишечник в спазме, ты берешь магний, ты его проглатываешь, он когда попадает к тебе в кишечник, скажи мне, пожалуйста, когда организм скован, насколько быстро может этот магний впитаться? И насколько быстро, и сколько, как много в процентном соотношении этого магния, который как релаксант работает, попадет в твою кровь клеткам и, соответственно, снимет спазмацию именно вегетативной нервной системы? Люди не знают, как ответить, потому что они не понимают работы, полностью цикличной работы самого организма. Отвечает, ответ очень простой. Когда мы возьмем релакс от APL, мы покладем его под язык. И сразу идет действие мгновенное, потому что все ингредиенты попадают напрямую в кровь. И тогда человек понимает разницу между тем, как пить продукт через кишечник и как влияет продукт, попадая субликвально. И еще один очень интересный момент. Когда люди задают, ну вот, когда мне мои клиенты задают вопрос, Наташ, у тебя, ты очень, ну скажем, ты человек, который давно работает с биологически активными добавками. Ты давно, ты уже 20 лет своего стажа, ты работала со спортсменами, ты работала и с пожилыми, и с детьми, и с молодыми людьми. Скажи, пожалуйста, ну как я могу посмотреть на леденцы, да, и принять это серьезно? Ну, наверняка у вас у многих такие были моменты. Тогда я отвечаю следующим образом. Смотрите, последний год мы, многие из нас ходят в масках. Ни один классический доктор не будет говорить, что это плохо, а на самом деле это очень плохо для нашего организма. Я сейчас не призываю никого снимать маску и ходить без них. Но честно вам скажу, как доктор-реабилитолог, я бы сказала, снимите их. Потому что тут же снимется внутренний страх и тут же начнется нормализация кислородного состояния крови. Смотрите, почему я такой противник ношениям масок. Когда человек надевает маску, что происходит? Первое, уменьшается доступ кислорода. Второе, повторная интоксикация идет как углекислым газом, так и бактериями, слюнатам и так далее. Не будем углубляться. Что происходит с кровью? Мы же вдыхаем обратно углекислый газ и меньше дышим кислородом. Кровь начинает закисляться. Обратите внимание, что гармоничная клетка, она идет плюс и минус. Это гармония. Как только у нас появился избыток углекислого газа, сразу произошло закисление, сразу произошла интоксикация. В кислой среде, в закисленной крови, начинают развиваться бактерии, вирусы, грибки, плесень различная. Простейшие. Для них среда обитания – это закисленная среда. И тогда я объясняю человеку. Смотри, в твоей закисленной среде есть все для того, чтобы ты заболел. Все, все предпосылки. Но ты же хочешь быть здоровым? И когда человек говорит, да, хочу быть здоровым и хочу, чтобы вся семья была здоровая, я просто им рассказываю о технологии Аккумулит Эсэй и говорю, обрати внимание, что минус фрация всех ингредиентов в этом леденце. Первое, что начинает делать, это гармонизировать состояние крови. Очень много таких моментов, обратите тоже внимание. Многие говорят, что мы и так можем кислотность снять, да, мы можем соду попить и снять кислотность в желудке. Вот они путают. Просто сакцентируйте на этом внимание. Если долго пить гашеную соду, начинает ухудшаться состояние желудка, а в желудке должна быть кислая среда. И это никак не влияет на состояние кислотности крови и состояние кислотности лимфы, межклеточной жидкости и так далее. То есть это абсолютно разные вещи. И если вам об этом говорят, вы просто объясните, что это разное. И рассказывайте о аккумулитесейтехнологии. Теперь смотрите, почему у многих наших клиентов уходит, ну, гельминты, да, выходят быстренько. Потому что когда нейтрализуется кислотность, это не их среда обитания. И поэтому, обратите внимание, когда человек пьет что-то противогельминтозное, у него получается, что он убивает взрослую особь. И если взрослая особь слышит, чувствует, что на нее идет атака, она откладывает яйца глистов еще больше. В нашем же случае она не будет откладывать ничего, потому что взрослая особь чувствует, что меняется среда для ее обитания. И когда меняется среда обитания, она не может оставить потомство, потому что в этой среде ее потомству будет некомфортно. То есть мы убираем причину, ну, скажем так, жизни для этих всех паразитов. Мы убираем причину. Они не смогут жить, развиваться, размножаться и так далее. Дальше смотрите. Когда человек говорит, ну, хорошо, Наташа, а как я увижу, что у меня вот такая ситуация, что я там почистился, и все остальное, из чего начать? Сразу вам тоже сакцентирую внимание. Вот на чем. И сразу пример расскажу. Тот результат, который человек получил за 7 дней приема. На первом месте всегда стоит очищение. И я рекомендую для всех своих друзей, знакомых, своих клиентов, я всегда говорю, купите для себя пакет на каждый день. Хотя бы вот если вы хотите начать, купите на каждый день. Либо купите все, что касается очищения, выведения, желудочно-кишечного тракта, печени. Это два набора, ICE и ALT, и HAPPYER и MELS. Да, ну, то есть если, я понимаю, что здесь как бы люди из разных регионов, но по Украине, скажем так, это экономия тысячи гривен, если брать этими пакетами. Да, и я тогда людям говорю, обратите внимание сразу, смотрите, мы задеваем несколько моментов. Правда, к этому всему я еще добавляю либо хард, либо стоп. Больше стоп, потому что нам нужно улучшение текучести крови. И я всегда говорю, смотрите, мы работаем по четырем направлениям. Мы задеваем полностью весь организм для очищения. MELS – это мунтикомплекс. Помимо того, что он убивает 250 видов различных паразитов, он еще и наполняет в том числе организм, потому что там очень много витаминов, минералов, микроэлементов в составе тех растений и тех фруктов, которые находятся в составе, которые основу состава дают. Альт, он не только противоаллергенный, вернее, его противоаллергенные свойства – это работа с лимфатической системой и с выведением. То есть Альт – это продукт, который работает с лимфой. А лимфа у нас – это унитаз, куда все складывается. И его в первую очередь нужно чистить. Кроме того, он хорошо работает с очищением почек вместе с MELS. Он хорошо работает для очищения легких. Это важно, особенно сейчас, когда маски закрывают и легкие повреждаются. Дальше. Хеппер. Почему хеппер? Да потому что он чистит желчные протоки, он чистит печень, он работает с восстановлением гепатоцитов и так далее. Почему Айс? Да потому что мы работаем с желудком, с кишечником. А мы знаем прекрасно, что в кишечнике 70% иммунной системы. Там формируются иммунные клетки. Это очень важно. И почему стоп? Да потому что нам нужна текучесть крови. И нам нужно, чтобы кровь была раскисленная. Все эти препараты нейтрализуют состояние кислотности крови. И все эти препараты работают над восстановлением изнутри организма. Кроме того, стоп еще работает с мелкими сосудами. Скажу вам так. Если у человека даже был коронавирус, да, был он, не был, неважно, но если он был, то стоп это тот продукт, который всегда должен быть в арсенале. Потому что он разблокирует мелкие капилляры. И идет капиллярная, как бы улучшается состояние капиллярной сетки. А, соответственно, идет хороший обмен между межклеточной жидкостью, между клетками. И клетки получают и кислород, и питание, и так далее. То есть транспортная система, кровеносная, это у нас транспортная система, она просто дает очень хорошие результаты в доставке продуктов и кислорода. А теперь смотрите, какой у нас был результат. У меня есть клиентка Люба, она когда-то была в аварии, и хотела, чтобы, хотела получить результат, ну, вернее, у нее первое, что у нее было желание, это получить результат по снятию боли, костной боли по суставам, по, ну, по скелету, скажем, да, мышц, скелет там и так далее. Но тут вопрос один, у нее она была вся сломанная, и эта ситуация произошла 8 лет назад. Но у Любы было очень много попелом на шее. И у нее была, и у нее сиборея на голове очень сильная. Поэтому, когда мы стали с ней разговаривать, она, ну, как бы приняла все рекомендации абсолютно, но она решила, что ей обязательно нужен альт, обязательно нужен стоп, обязательно нужен малс, и она очень сильно хотела взять слайд, и пила его по 2 драже в день. Так вот, смотрите, благодаря только альту, мэлсу, стопу и, понятно, еще и слайду, хотя слайд здесь работал, ну, давал опосредственные моменты всякие, да, у нее на седьмой день ушли все попеломы шеи, остались только старые, крупные, у нее выходило, ну, простите, когда в туалет ходила, выходили, шум выходил, то есть по-большому и постоянно много шума было там, знаете, такой, как, не знаю, как дрожжи, то есть выходили грибки. И, кроме того, в течение месяца у нее ушла полностью с эйборея, полностью, она стала нормально спать. И последний раз, когда мы с ней разговаривали, она говорила, говорит, Наташа, я ждала эффекта по суставам, но пока его нет. У меня единственное, что сейчас происходит, я чувствую, как вот, знаете, как соли просто отваливаются, вот дискомфорт, идет обострение у нее по суставам. Но самое-то важное в том, что у нее уходят паразиты, потому что когда на коже появляются попеломы, эта лимфатическая система кричит уже «СОС», потому что очень сильно зашлакована. Человек получил результат. Второй у нас результат был очень такой интересный. Мальчик 8 лет, мама привезла его к нам и жаловалась на то, что у него, он беспокойный, он не спит, и что у него, ну, постоянно болит голова. Так как мама финансово не могла много взять продуктов для ребенка, мы ей дали релакс и стоп. И больше ничего, релакс и стоп. На четвертый день у ребенка поднялась температура, и горло, воспалилось горло и обсыпалось язвочками. Анюта мне звонит и говорит, Наташ, мы, была она и принимает добавки чойса. И она мне говорит, Наташ, пожалуйста, у нас в Чойсе учили, что нужно уменьшать дозировку. Я говорю, нет, ты не уменьшаешь дозировку, ты сейчас даешь ему еще один стоп, то есть ты ее увеличиваешь. И говорю, это выходит стафилококковая инфекция. Твой ребенок болел после роддома? Она говорит, да, мы выписались с роддома со стафилококком. И вот этот стафилококк, он вызывал боли головы у ребенка. И как только все прошло, то есть ангина вот эта, да, я говорю, единственное, что делаешь, разводишь, потому что она сама Мелс пила, вот я говорю, разводишь Мелс и даешь ему вот полоскать горло, либо проглотить, чтобы оно через горло прошло еще. Как бы, ну, так, вот, не субликвально. И ребенок через 4 дня, у него температура прошла все, и горло было нормально. Но мы вывели тот стафилококк, который беспокоил ребенка и головными болями, и бессонницей. Ребенок сейчас прекрасно бегает, двигается. Да, он шустрый, но он нормально спит. И, скажем так, маму не беспокоит. Еще один результат, который мы получили буквально, знаете, в течение месяца тоже. У меня есть приятельница, которая, ну, скажем так, она всегда за собой ухаживает, ей 72 года, но она, знаете, лет на 55, ну, максимум 60 выглядит. Такая женщина, которая за собой ухаживает. Она всегда пила добавки разных фирм. Она все знала, что, как и к чему. И когда я начала заниматься ЭПЛ, она мне сказала, говорит, Наташа, я не могу понять одну вещь, почему в последнее время мне вообще добавки не помогают. Я не могу понять, то ли я перенасытилась, то ли что. Но я же не сплю. Я сплю всего ночью 2 часа. Я не могу ни отдохнуть, ни уснуть. У меня в ушах звенит. У меня голова кружится, я нервная вся, ну и так далее. Я говорю, Люда, давай мы с тобой начнем все как обычно. Потихонечку будем идти, работать понемножку. Она говорит, хорошо. И человек взял полностью программу очищения, взял этот стоп тоже. И что произошло? Через 3 дня она в 9 часов уснула и в 8 утра проснулась. Звонит мне и говорит, такого быть не может. Я всего выпила 3 дня, всего пропила 3 дня. Еще через день она мне звонит и говорит, Наташа, у меня что-то на коже повысыпало. А у нее 4 было высыпки, знаете, таких, как будто бы комарик укусил и расчесалось, знаете, такой твердый. Сейчас уже все прошло, ничего нет. То есть вот так лимфатическая система выводила через кожу ту интоксикацию, которая в ней была. Потом она еще позвонила и говорит, Наташа, у меня шум в ушах прошел. Когда вот объявили вот сейчас промоушен, я ей сказала, какой промоушен. Она говорит, Наташа, я беру все на 600 Е и вхожу полностью сюда. Я отбрасываю все биологически активные добавки. Потому что я за месяц приема этих препаратов увидела результата больше, чем за все годы, которые я принимала добавки. То есть вы должны понять одну вещь. Поменять мышление людям можно лишь через результаты. Только через результаты. Еще один пример. У меня подруга попала с коронавирусом в больницу, в реанимацию. До того я ей объясняла и рассказывала про леденцы. Она ничего не слышала и говорила о том, что денег нет. Но когда она попала в реанимацию, я узнала через две недели. Я ей просто свое все привезла. Что привезла? То, что у меня было в наличии. Я привезла ей альт, я привезла ей игру и привезла... И стоп. Это то, что у меня было дома. Мы ее подняли, но мы пили очень много. Мы пили 4 раза в день каждого продукта по 3 штуки. Мы это пили в течение дня. Сутки только. Но коронавирус очень сильно бьет по нервной системе. И коронавирус очень сильно бьет по поджелудочной. У тех, у кого есть предрасположенность к сахарному диабету, поднимается сахар. Поэтому я на следующий день... Она позвонила и говорит, Наташа, у меня поднялся немножко сахар. Я говорю, хорошо. Мы уменьшаем каждый... Четыре раза в день пьем, но каждую мы пьем по одной штуке. И так мы оставили. Через день я добавила ей норм. У нее сахар в норму пришел еще через день. И это было с четверга мы начали ей давать. В понедельник пришел доктор. Посмотрел ее анализы и сказал, мы вас в среду выписываем. То есть вы понимаете, о чем я говорю? Это концентраты, которые работают очень быстро. И еще один момент. Если они очень умные, и если, к примеру, человека, вот как у Любы у меня было, что я рассказывала про папилломы, если у человека есть старая травма, да, и есть другое что-то, где кричит организм СОС, то весь продукт пойдет работать там, где кричит СОС. И только потом начнет с хроникой работать. Сначала разбираются те завалы, которые вообще наяву, на виду, а потом уже хроника, то, что уже старое. Вот я вам хочу сказать, что девушка, женщина, моя подруга, которая с коронавирусного отделения вышла, она пришла домой и все добавки просто убрала. Она говорит, я такого быстрого результата не видела никогда. Запомните одну очень важную вещь. Все, что Господом дано, оно действует в 10, а то и в 100 раз быстрее, чем просто обычные научные знания или научная работа, или какая-то таблетка или еще что-то. Сергей Сергеевич не зря молился для того, чтобы получить тот продукт, который поможет людям. Я не зря получала ответы, что я убрал две трети времени, и сейчас быстротечно все. Поэтому каждый продукт ИПЛ ГОУ – это именно здесь и сейчас. Быстрый терапевтический эффект и хорошее длительное пролонгированное действие. Это не лекарство. И врачом здесь быть не нужно. Нужно лишь разбираться в состояниях человека. Для этого можно просто заходить в интернет, читать статьи, посмотреть причинно-следственные связи, научиться читать между строк и задавать Господу вопросы. Мне легко, потому что я все это умею, я этому научилась. Всему можно научиться. И я каждый раз, когда ко мне клиенты что-то, мне какие-то вопросы задают, каждый раз я говорю, Бог, это что? И он мне говорит, что филококк. Или там, Бог, это что? Мне говорят, аллергия. Кстати, тоже один результат. Результат заключается в том, что при коронавирусной инфекции очень часто бывают аллергии на гормон, который колят для раскрытия легких. И от этого люди могут задыхаться. Поэтому альт при коронавирусе – это первый продукт, который должен быть первый и самый важный. При коронавирусе, скажем, эти антибиотики, которые колят, которые нельзя колоть, но их колят, они вызывают поднятие температуры. И тогда стоп должен быть в обязательном порядке. Я сейчас говорю о насущном вопросе. То есть вы должны понять одну вещь, что люди не будут покупать то, что нравится вам. Люди будут покупать то, что нужно им. Поэтому, когда мы рассказываем о легенцах, мы рассказываем не о том, что тут «Вау, это всё так здорово» и так далее. Нет. Мы говорим, что ты хочешь получить, какой ты хочешь иметь результат, на что мы будем смотреть, какое направление мы будем разрабатывать, восстанавливать. И когда человек говорит, у меня проблема с давлением, то есть давление, мы чётко должны разобраться с причиной давления. Поэтому просто можно задать некоторые вопросы. А в общем, я вам хочу сказать честно, при давлении не то, ну вот «Альт» однозначно, с лимфой будет срабатывать, отёчности не будет. «Хард», «Стоп» однозначно и «Релакс». Четыре продукта, которые будут отлично работать. Никто вам не скажет «нет» и никто вам не скажет, что ты мне втюхала что-то там и так далее. Просто грамотно разложить. Смотрите. «Релакс» снимает спазм центральной нервной системы. «Стоп» работает со спазмом вегетативной нервной системы. «Хард», мало того, «Стоп» ещё работает с капиллярным травообращением. «Хард» работает. Это не только мышцы сердца, но ещё и коронарное кровообращение. Кроме того, «Хард» ещё работает с крупными сосудами. А теперь смотрите, когда давление-то в основном, когда спазм идёт, в каком-то месте происходит спазм. Да, может быть, печень давать давление, может какой-то стресс давление поднять, может смена атмосферного давления, внешний фактор сработать. Очень много различных факторов. Но прежде всего нам нужно поработать с сосудистой сеткой. Поэтому мы рекомендуем то, что расслабляет, то, что очищает, и то, что даёт текучесть крови, и то, что сработает максимально быстро. Знаете, в некоторых моментах, особенно когда пониженное давление, можно добавлять GTS. И не просто можно, а нужно. Потому что этот продукт тоже великолепен. Я могу много рассказывать о нашей продукции, хотя я не так давно в компании, поверьте. Просто для меня важнее результат. И когда я назначаю что-то людям, то я акцентирую внимание на то, чтобы именно результат они получили. Когда человек получает результат, он рассказывает об этом, ему верят, и он становится нашим постоянным, как клиентом, так и партнёром, так и вообще почитателем правильного образа жизни, современного образа жизни. Не чем больше съесть, а быть здоровым, успешным и в хорошем настроении. Если у вас есть какие-то вопросы, можете задать, и я вам тогда всё объясню. Я сейчас рассказала лишь свою ту историю, небольшую, в небольшом промежутке времени, которым я вот в ИПЛГО, и те результаты, которые мы получили буквально недавно. Поэтому, если есть вопросы... Ну, Наталья, вы вообще прям семинар сегодня дали. Я очень благодарна за такой основательный, прям подача профессиональная, основательная, очень глубокая. Очень благодарна вам за эту лекцию. Сразу спешу сообщить всем, что будет запись, не волнуйтесь. Кто не был сначала или кто хочет потом послушать ещё раз с Наталью, запись будет, и это можно слушать и переслушивать, и даже конспектировать. Я очень вам за это благодарна. Так как у нас есть определённый лимит времени, я очень прошу, если у кого-то есть вопросы такие по существу, вы можете сейчас задать. Ну, у нас 10 минут максимум времени осталось. Если вы не успеете, вы можете прям в чате задать, и я попрошу, Наталья на них ответит. И я думаю, что мы неоднократно ещё Наталью пригласим на очередные наши среды, чтобы вы могли ещё послушать чего-то новенького и, так сказать, полезненького. Ну, я безмерно вам благодарна, Наталья, за ваше выступление. Друзья, если есть вопросы, давайте, потому что времени не так уж и много, и чтобы нам охватить побольше ещё каких-то вещей. Добрый день, Наталья. Здесь Кристина говорит. Я хотела вам попросить, я не знаю, как помочь своей подруге, потому что ей такая проблема, что она не может пойти нормально на в туалет. Ей надо делать клизмы, или, как сказать, да. И она пробовала уже несколько продуктов. Мелс, хепперс, релакс, стоп она пробовала, но ещё есть, ну, ей есть проблемы, да. Кристина, а можно сразу, вы какое количество леденцов пили? Это моя подруга, по одному она, да. Хорошо, смотрите. У неё, вот давайте анализировать сразу, у неё проблема с кишечником. Она не может сходить в туалет, да. Первое, что нужно, снять спазм в кишечнике, это релакс обязательно, причём два раза в день как минимум, хотя бы по одной драже. Кроме того, в обязательном порядке айс, причём тоже как минимум два раза в день. Если тяжёлое состояние, либо диарея, либо запор, то тогда можно айс ещё размешать в воде и выпить, чтобы ещё изнутри поработать с кишечником. Вы правильно дали ей Мелс, вы правильно дали ей Альт и вы правильно дали ей Хеппер. То есть это тот набор, который нужно, пить ей нужно, не один месяц. Если тяжёлое состояние с кишечником, а оно может быть связано и с патологией, то восстанавливать нужно как минимум 2-3 месяца. И не менять, ну, как бы, эти продукты на другие. Просто бить в одну точку, потому что нужно пробить, убрать проблему. Слышали? Да, спасибо большое. Потому что она сказала, что она очистилась тоже Кораль, в клубе, там такие тоже продукты были, но я ей тоже сказала, что надо, ну, очиститься. Да, и она 3 месяца уже очистилась, как, ну, Мелс, Хепперс, это... Ну да, айс тоже она... Ну, лету только, да, по одному только. Ну, тогда знаю. Спасибо большое. Добрый вечер. Пожалуйста. Добрый вечер, Йолан, Дорига. Скажите, пожалуйста, у вас есть опыт с эпилепсией, с драже? Нет, опыта с эпилепсией пока нет. У нас сейчас идёт... Мы работаем с аутизмом. Да. Уже вторую... Ну, второй брейн, второй ребёнок начинает пить. Как только у меня появится результат, я в чате напишу. Скажите, пожалуйста. Ну, смотрите, подождите секундочку, но смотрите. Эпилептические приступы, это, понимаете, есть несколько причин их возникновения. Однозначно очистка там должна быть. И однозначно с лимфой и кровью работать. Это даже не обсуждается. Но и брейн, и релакс – это два основных продукта при эпилептических приступах. У нас есть результат по Альцгеймеру, и у нас есть результат по слабоумию. Скажите, пожалуйста, я просто это... Она ей давала, да? Начала с релаксом, потом с устава, как бы слайд, стопсы, харту давала. Но каждые два месяца вот приступы были. Скажите, пожалуйста, может быть, эти технологии всё-таки влияют на мозг? Это никогда не предвидит, что там может быть. Может быть, какая-то вот такая реакция? Ну, смотрите, ещё раз вам повторю. Организм гармоничный – это когда в клетке плюс и минус. И тогда все биохимические процессы проходят на высоком уровне. Эпилептические приступы – это спазматическое явление в головном мозге. Что вызывает вот эти приступы, нужно чётко понимать. Что? Может, у неё опухоль там какая-то в головном мозге есть. Это совсем другой вариант, понимаете? Если это приобретённое, это индивидуальная работа, глубоко индивидуальная. Но технология… Вот просто поймите, от создания мира… Вот Господь создавал мир, было всё вокруг бездонно, ну вот много, но ничего. И мы же картинки когда-то видели, что молнии шли, и там что-то создавалось. То же самое здесь, в этой технологии, что собрано? Собраны травы, турбулентный поток, за счёт этого турбулентного потока, мембраны просто ослабли, и оттуда вся консистенция вышла. Есть концентрат, в том числе и с ядра. И пустили электрический разряд, это минус фракцию делали, минусовый заряд. Он не может повредить для человека, когда у этого человека заплюсовка большая, понимаете? А эпилепсия – это заплюсовка большая. Просто это не волшебная палочка, вы поймите. Когда у человека… И если эпилепсия в хронической форме, то щелчком вы не сможете её остановить. Это очень длительный процесс. При Паркинсоне у нас выздоровление у человека было в течение полугода. Полгода с ним работали. Понимаете? Я это всё понимаю, я имею в виду. Поэтому ваша задача, вы поймите, вам нужно сначала очистить, подготовить организм, а потом, ну, релакс обязательно, а потом уже работать более глубоко. Да. Не старайтесь, я вас очень всех прошу, не старайтесь людям лишь бы что-то продать. Анализируйте, возьмите, прочитайте, что такое эпилепсия. Возьмите, прочитайте, какие причины бывают её, понимаете? Я вам конкретно могу сказать, я медик, да? Была пролоктинома, но она практически всасывалась. Я эпилепсия 10 лет, и это приобретённая. И было раз в два года, раз в полтора. Начала в декабре давать релакс, и потом и очистились, и давала, да? Да, но начались приступы, и каждые через два месяца, потому я вам спрашиваю, я сама так думаю, возможно, вот эти технологии, нанотехнологии, как-то одномозг, это же вообще не предвидеть, как мозг реагирует. Реальная ситуация, каждые два месяца, да? И было раз в полтора-два года. И как-то совпадает вот с этим. Смотрите, давайте будем, как специалист-специалист, будем разговаривать следующим образом. Вы давали в течение многих лет химию, которая не убирала причину эпилепсии, а лишь только снимала симптоматику, правильно? Ну, правильно, мы же здравомыслящие люди. Сейчас вы начинаете давать человеку эти препараты, и эти препараты убирать, начинают завалы разгребать. С любой хроники до здоровья всегда пойдет через обострение. Да, у нее обострение сейчас. Вы просто это должны нормально принять и не бояться. Вы знаете, я не могу не бояться, потому что правое плечо ей выскакивает из сустава. Это началось вот с этими приступами, и вот ей было, ну, как бы немножко, да, но сейчас в декабре с этим приступом полное плечо вывалилось, и эти три раза, три раза вот мы ехали в травматологические, сейчас надо операцию сделать и так далее. Я не могу уже рисковать, вы сами понимаете. Конечно, я понимаю, но это выбор ваш, я не могу вам ничего сказать здесь ни за, ни против, потому что это ребенок или взрослый, неважно, это человек ваш близкий, поэтому только вам решение принимать. Ну, я просто ваши мысли, я хотела знать, вот чисто те, ну, там практику надо немножко, это, конечно, это реператы, немножко надо... Это про... Вы же понимаете, что... Да, вы же понимаете сейчас, что... Дорогие друзья, я прошу прощения, немножко вклинюсь, потому что у нас время заканчивается, я думаю, что мы перенесем еще общение на следующую среду, и хочу еще как бы добавить и сказать то, что я даже не специалист понимаю, а то, что действительно, чем серьезнее проблема, тем мы чаще будем наблюдать обострение, потому что не бывает воздействия на причину без обострения тех проблем, которые мы пытаемся убрать. Вот я 20 лет с БАДами работаю, и всегда, всегда, вот в любом серьезном случае всегда идут обострения, и некоторые люди бросали, бросали, вот начинаются обострения, говорят, мне не помогает, мне хуже, и человек бросает, не понимая того, как на глубинном уровне происходит процесс. И вот правильно, Ланта, вы говорите там, что это нанотехнология? Нано это микро, то есть это воздействие... Да, просто никогда этому человеку никто ничего подобного не давал, да, а теперь пошло это в организм. И я думаю, что это как раз показатель того, что организм реагирует. Если бы... То есть мы же взрослые люди, да, мы же понимаем, что не будет так вот, опа, раз, и все прошло. Нет, такие серьезные вещи так не проходят, тем более, что, ну, может, и на энергетике, на психосоматике какие-то вещи, то есть это все серьезно. Я думаю, мы продолжим еще разговор, и в любом случае я благодарю и за вопросы, и особенно за лекцию, семинар, и за ответы Натальи. Я думаю, всем вам понравилась ее подача, ее компетентность, и мы еще пригласим Наталью к нам выступить. А сейчас мы заканчиваем наш голосовой чат. И всем желаю здоровья, друзья. Всем спасибо. Запись будет. Спасибо большое.